Делим на два-три в уме. Новая система выборов. Победитель забирает всё. Дом, непригодный для жилья, предупреждает об опасности. Под покровом ночи у дома уехала несущая стена. Круглая площадь, Петровская площадь, площадь Ленина. Об одной из визитных карточек столицы Карелии в рубрике «Старый город». До выборов депутатов законодательного собрания Карелии больше полугода. Но предвыборная гонка, похоже, уже стартовала. Депутаты от «Единой России» вносят на рассмотрение парламента законопроект, изменяющий процедуру проведения выборов. Оппозиционные партии считают, что это будет первая серьезная предвыборная манипуляция партии власти. Победитель забирает всё. «Единая Россия» ратует за применение на предстоящих выборах в ЗАГС-собрании так называемого «метода империали» и выступает соответствующей законодательной инициативой. Метод, вокруг которого кипят политические споры, дает преференции при распределении мандатов партии, набирающей большее число голосов. Метод математически сложен. После голосования партия получает некоторое число мандатов. Число их не целое и имеет дробный остаток – несколько десятых или сотых. Именно этот дробный остаток получает в итоге партия-победитель. Оппозиционеры, в свою очередь, мандаты теряют. В настоящий момент метод империали практически отдает вот это дробное число мандатов, которые целым остатком не поделили партии, два мандата, допустим, они отдаются лидирующей партии. Эту систему многие называют системой политического людоедства. Это когда большая партия забирает все остаточные мандаты на себя. Такая система существует в порядка пяти, может быть, девяти регионах Российской Федерации. Первая была принята в Санкт-Петербурге, потом в Московской области, потом в Воронеже и так далее, и так далее. То есть, где «Единая Россия» планомерно проседает, там принимают такого рода закон. Соответственно, действие метода империали напрямую выгодно партии власти является прямым ударом по оппозиции. Голосование за предложенные «Единой Россией» изменения в систему выборов состоится 21 апреля. Коммунисты и «Справедливоросы» планируют блокировать прохождение нового законопроекта и готовят обращение к президенту России. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс». Совет Федерации поддержал сегодня введение повышенной административной ответственности за отдельные виды правонарушений, совершенных на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Столичным автомобилистам придется заплатить в два раза больше, чем в других городах, штраф за непредоставление преимущества маршрутному транспорту или транспорту со спецсигналами, а также за нарушение правил парковки. Несоблюдение требований о запрете остановки или стоянки автомобилей в столичном мегаполисе обойдется в 3000 рублей, а в Петрозаводске, скажем, в 1500. Такой дифференцированный принцип появляется в законодательстве впервые. Кроме того, вводятся нормы, регулирующие правила работы такси. Теперь штрафом в размере 3000 рублей может обернуться для решившего подхалтурить автомобилиста отсутствие на транспортном средстве опознавательного фонаря на крыше. А использование атрибутов городского такси без соответствующей лицензии будет стоить 5000 рублей и грозить конфискации фонаря с шашечками. Предусмотрены также повышенные штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора в 1000 рублей, а также переезд стоп-линий на перекрестке в 800 рублей. Несмотря на то, что эти новации с самого начала вызывали стойкое возмущение автомобилистов, называвших их дискриминационными и антиконституционными, в профильном комитете Совета Федерации заверяют, что изменение законодательства будет способствовать совершенствованию организации дорожного движения. В Петрозаводске поехал дом. Сегодня ночью жильцов деревянной двухэтажки Павлю Целуначарского разбудил треск. Оказалось, что старый дом не выдержал грунтовых вод. Поехала несущая стена. Муниципальная двухэтажка признана непригодной для проживания еще в 2006 году. Однако руководителя жилоконтроля жильцы дома увидели только сегодня. Построенный в 1949 году еще пленными немцами, этот дом сделал невольными пленниками всех его обитателей. Двухэтажку подмывает каждый год, но нынешний Паводок стал последней каплей. Вчера пошла стена, буквально за полчаса. Когда у соседей свет включен, видно соседей, да? Ну, то есть как бы свет. Ушел туалет. Видите, туда вот, туда вот. Поползли крысы. Вообще, как бы крыс мы ловим регулярно, да, по 7 штук за ночь. Из-за просадки фундамента просел и потолок. В квартирах огромные щели. Уже давно полопались стойки и печки. Полы в любой момент могут провалиться. Маленькому Егорке остается только удивляться. Любимые игрушки здесь живут своей жизнью. Последние, наверное, лет 6-7, это вот он едет, едет, едет без остановки. Вот он проваливается и проваливается. Тут оборвутся трубы газовые, все это взорвется просто. Взорвется и вспыхнет, потому что проводка вся ветхая. И о таких катастрофических условиях властям известно давно. Непригодным для проживания этот муниципальный дом признали еще в 2006 году. Но больше всего здесь боятся другого. Это звучит дико, но уже в самое ближайшее время. Вот здесь рядом частный застройщик собирается возводить новую пятиэтажку. Жильцы говорят, одна свая, и их дом сразу же рухнет. У нас маленькие дети практически в каждой семье. Они вот, если вот нас не станет, кому они будут нужны, нашему государству, я сомневаюсь. И в то, что сегодняшняя формальная проверка специальной комиссии как-то изменит ситуацию, жильцы верили слабо. Не знаю, мы четыре года назад уже смертный приговор к вашему дому. Сам руководитель жилищного контроля сегодня лично рисковал, осматривая полуразварившуюся двухэтажку. После чего жильцам было предложено подписать предупреждающую, видимо, одновременно снимающую всю ответственность бумагу. По прихожей не ходить, туалетом до завтрашнего дня не пользоваться. В доме в ближайшие дни будут разбирать полы, чтобы посмотреть состояние фундамента. Что же касается жильцов, тут без вариантов. Маневренный фонд. А это шесть квадратных метров на одного прописанного члена семьи. Но что самое удивительное, переселиться сегодня предложили жильцам только одного из двух подъездов. А если тут все упадет, то наш подъезд останется. Я правильно вас поняла? То наш подъезд будет стоять. Если вот этот подъезд второй упадет, наш подъезд первый-то не упадет. Жильцы уже заявили, что съезжать в комнаты и коммуналки, чтобы ждать по 15-20 лет, никто из них не собирается. К сожалению, на данный момент у нас в этом году около 152 домов всего в городе, которые требуют переселения. В этом году в связи со строительством дома Тупково-Боровой будет переселено около 12 домов. Мы будем следить за судьбой жильцов этого дома. Анна Шоттуева, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Петрозаводские коммунальные системы заплатят штраф в 6,5 миллионов рублей. Арбитражно-апелляционный суд Санкт-Петербурга признал правомерность такого наказания. Осенью 2010 года Карельская УФАС оштрафовала ПКС за то, что при расчетах с потребителями с июня по октябрь 2009 года коммунальные системы Петрозаводска завысили установленные городскими законодателями нормативы потребления холодной воды и водоотведения. Предприятие это решение обжаловало в арбитражном суде Карелии, и тот отменил назначение штрафа. Однако суд апелляционной инстанции признал обоснованным привлечение хозяйствующего субъекта к административной ответственности. Судьба Петрозаводской школы искусств в руках мэра города и министра образования республики. Николай Левин и Александр Селянин должны за две недели выработать конкретные предложения по сохранению школы. Но вот в каком виде? Максимально, что возможно, по объему подготовки будет сохранено. А по поводу других часов будет вестись речь, либо о переводе их на базу уже самой консерватории. Мы знаем, что там ведется деятельность не только самой школой, но и консерваторией. И тоже не все понятно с тем, как она там организована. Поэтому я не могу исключить, что какие-то сокращения будут, но они будут связаны не с сокращением самих направлений подготовки, а только с приведением их в соответствие к действующим предельным нормативам. Чиновники обнаружили в работе школы искусств нарушения и теперь размышляют над их устранением. Школу не закроют и не превратят в общеобразовательную. Таковы обещания министра Селянина перед прессой. А Петрозаводск ищет учительские таланты. В городе проходит конкурс «Учитель года-2011», основная цель которого – выявление и поощрение талантливых педагогов-новаторов. Особое внимание организаторы конкурса уделяют начинающим учителям. За ними – будущее школьного образования. Для молодых и талантливых в рамках конкурса существует отдельная номинация «Дебют-2011». Принципиальные условия участия – педагогический стаж конкурсанта не должен превышать пяти лет. Запас воды и жира. И, соответственно, энергии. Отборочный тур уже позади, и сейчас в школах города проходят открытые занятия. Уроки, классные часы и внеклассные мероприятия. На уроках переписывайтесь, общайте, занимайтесь, что-то делайте, взаимодействуйте. И у нас цель – научить детей общаться, сотрудничать и взаимодействовать. Не только друг с другом, но и с учителями, со взрослыми. 14 апреля учителей ждет третий финальный этап конкурса, на котором в борьбе за звание «Учитель года-2011» сойдутся лучшие из лучших. Новости о старом городе. Сразу после небольшой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Новые приключения Маши и Медведя». 28 апреля в 18 часов на сцене ДК «Машиностроитель». Телефон 63 05 90. Внимание! Только в Калинке! С 15 по 25 апреля оптовые цены на все! Двухкамерный холодильник за носи всего за 8 490. Не пропусти! Современный малоэтажный жилой комплекс «Снегири» на улице Университетской. Экологически чистый квартал с продуманной инфраструктурой. Мы предусмотрели все, чтобы обеспечить доступный европейский комфорт для вас и вашей семьи. Стройинвест КСМ. Будущее строится сейчас. Кредит легко и без комиссии. Руславбанк. Минимум документов. Быстрое оформление. Работаем и по субботам. Оставьте заявку по телефону 79 28 53. Отель Карелия. Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис центры. Бар и ресторан. Отель Карелия. Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. В торговом центре «Симона» каждую пятницу новое поступление одежды и обуви. Постоянным покупателям скидка 15%. Торговый центр «Симона». Дом МОД. Первый этаж. Герудотерапия в костной клинике. Лечение пиявками более 150 заболеваний. Положительный эффект в 90% случаев. Костная клиника. Чайки на пять. Стоматологическая клиника «Лайт». Добро пожаловать в мир безмятежного спокойствия. Расслабьтесь и приятного отдыха. Стоматологическая клиника «Лайт». Набережная Варкулса, 25. Телефон 70 92 92. Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов приглашает к сотрудничеству работодателей. Зная ваши потребности сегодня, мы вместе сформируем профессиональные кадры для успешной работы завтра. Ждем вас по адресу Петрозаводск, проспект Невского, 33. Телефон 575 383. Вы смотрите новости телеканала Ника+. Мы продолжаем рубрику «Старый город», в которой рассказываем об истории наиболее значимых улиц Петрозаводска. На этот раз речь пойдет о площади Ленина, которая по праву считается одной из визитных карточек столицы Карелии. Когда и как она появилась на карте города, выяснил Александр Лучагин. Во времена Петровских заводов на территории нынешней площади Ленина был обычный лес. По воспоминаниям современников, супруга Петра I ходила примерно на эти места собирать ягоды. В 1734 году Петровский завод официально прекратил свое существование. Петровская слобода лишилась единственного градообразующего предприятия, и ее развитие приостановилось на несколько десятков лет. Александровский завод, выстроенный в конце 70-х годов 18 века, стал новым градообразующим предприятием, которое дало Петровской слободе новую жизнь и мощный импульс к развитию. После того, как Александровский завод был выстроен, как он дал первую продукцию, наш город получил имя Петрозаводск в 1777 году. Изначально на месте нынешней площади основатель Александровского завода Никита Ярцов построил шесть зданий завода управления. Так площадь впервые появилась на карте города. С присвоением Петрозаводску в 1785 году статуса губернского города здания были переданы в ведение городской власти. В конце 80-х годов по личной инициативе губернатора Гавриила Державина они были объединены в два полукруглых строения. Площадь круглая – это большая редкость вообще в градостроительности, не только в российском. Поэтому она является собой градостроительный памятник и редкий, и уникальный достаточно, потому что круглых площадей очень мало. Сохранившихся площадей круглых совсем мало. Поэтому наш Петрозаводск – хранитель такого классифицистического градостроительного памятника, который делает ему честь. И надо бы его, конечно, хранить. В дальнейшем в полукруглых зданиях располагались резиденции губернаторов, хозяйственные, финансовые и судебные учреждения. В 1873 году на Круглой площади был воздвигнут памятник Петру Первому, а сама она получила новое имя – Петровская. Примерно в таком виде Круглая площадь встретила Октябрьскую революцию. Однако об этом мы расскажем в следующем выпуске «Старого города». Наши новости доступны в интернете по адресу никодефисmedia.ru. Сразу после небольшой рекламы вас ждет глаз народа Александры Репниковой. А у меня Дмитрия Николаевна. Сегодня все. Я ухожу. Читайте в свежем номере газеты «Петрозаводск» в четверг, 14 апреля. Останутся ли в городе троллейбусы? Кому выгодно избавлять город от рогатых? Начинаются городские субботники. Журналисты газеты «П» проверили, как власти и управляющие компании готовятся к чистке парков, скверов и дворов. Школу искусств все-таки сохранят. Министр образования республики пообещал оставить учреждению статус. Однако некоторые работники все-таки будут уволены. Пенсионерка Вера Макарова, подписавшись на газету «Петрозаводск», выиграла шикарный диван. Подпишитесь и вы, и сможете выиграть сертификат на изготовление кухни. А также самые интересные городские новости, полная программа телепередач, прогноз погоды, афиша городских событий, подробный гороскоп. Все это вы можете прочитать в свежем номере газеты «Петрозаводск». Привет! Вот мы и переехали в новую квартиру. Здесь у нас гостиная. Это моя комната. Мои игрушки. А здесь кухня. Мама готовит обед. Вот так. Строительно-финансовая компания. Кредит легко и без комиссии. Русловбанк. Минимум документов, быстрое оформление. Работаем и по субботам. Оставьте заявку по телефону 79 28 53. Холод или зной, ветер и пыль, дождь и шум улицы останутся по ту сторону. Если в вашей квартире окна от компании «Век стеклов». Ежедневные авиарейсы по маршруту. Петрозаводск, аэропорт «Бесовец», Москва, аэропорт «Домодедово» и обратно. Время перелета 1 час 20 минут. Цените свое время. Бронируйте билеты на сайте руслайн.аэро. Или приобретайте в бизнес-центре спа-отеля «Карелия». В магазине «Позитроника» ты купишь ноутбук «Тошиба» с Wi-Fi, Bluetooth и веб-камерой. Всего за 7 990. Круто! Круто! «Позитроника» Коголевский центр. Клубный отель «Прионежский». Стильные интерьеры и удобные номера. Всегда приветливый персонал. Проведение мероприятий любой сложности. Клубный отель «Прионежский». Страховая медицинская компания «Ресомед». Контроль в сфере бесплатной медицины и защита ваших прав. Наши отделения открыты во всех районах Карелии. Сенсация! В «Про-бизнес-банке» обвал ставок по кредитам. Кредиты после беседы стали намного дешевле. Приходите в «Про-бизнес-банк». Петрозаводск. Телефон 577-77-77. Продолжение следует... Продолжение следует...